Всем привет! Кто меня еще не знает, меня зовут Алла. Недавно на моем канале я делала распаковку ткани. И меня очень просили показать, что же я себе буду шить. Ну и не только себе. В общем, вот этот костюм. Сейчас отойду, чтобы было лучше видно. Штаны обычные. Штаны в карманы. На кофте тоже карман. Папюшон. Вот такие сделала декоративные, хотя очень даже функциональные завязочки. Я сейчас одену его на манекен и покажу более детально и подробно. Ну, в целом, вот так он выглядит. Начну с капюшона. Он цельнокроенный. Сейчас поднимем вверх. С выточками. Вот тут и тут. Мне такой очень даже нравится. Далее. Низ. Сейчас я поверну. Низ. Лучше было видно. Низ обработан отрезной той же тканью и также манжетой. Далее вот эти, ну, можно сказать, шнуры, да, мне кажется, что лучше бы они смотрелись из однотонной ткани. Потому что все-таки рисунок, ну, как-то оно все сливается. Но тоже, в принципе, неплохо. Далее еще сейчас сниму и покажу обработку внутри капюшона. Тут нет никаких отстрочек. Хотя чаще всего они здесь должны быть. Также внутри нет никаких косых берег, нет никаких киперных лент и так далее. Вот такая чистая полная обработка. Карман я обрабатывала на распошивальной машинке только вот тут вход в сам карман. А внизу на толстых тканях, когда я делаю отрезной низ и также манжет, я отстрочки не делаю. Мне они в таких изделиях просто не нравятся. Хотя вот тут на плечевом шве я отстрочку сделаю. Это единственная отстрочка, которую я делаю, когда шью вот такие теплые костюмы. Еще отверстия никаких люверсов я не ставила, делала самостоятельно. И хочу вас спросить, нужен ли мастер-класс, знаете ли вы, как сделать вот такую косичку. Я хочу все-таки из однотонной ткани, подобную кофту тоже с капюшоном, но тоже хочу сделать такие косички. Если будет интересно, то мастер-класс я сниму, напишите мне об этом в комментариях. Штаны обычные, немного зауженные книзу. Внизу отрезной манжет из той же ткани. Карман и резинка вот так обработана с одной отстрочкой по центру. Делала отстрочку на распошивальной машинке с цепным стежком. Также я хочу сказать, что штаны я уже, ну и кофту, костюм я уже носила. И вот, смотрите, одевала я их, ну, наверное, раза 3-4. И вот тут ткань пока шлатилась. Поэтому сказать, что она супер-пупер люкс, я не могу. Ну, у меня есть машинка от катышек. Я почищу, посмотрю, как будет дальше носиться. Следующее изделие, это мужская кофта, к сожалению, на женском манекене. Ну, думаю, ничего страшного, для демонстрации вполне себе. Также манжет отрезной из той же ткани. И низ сейчас опущу. Вот, тоже отрезной из той же ткани. Обработка сейчас покажу вот так поближе. Вот так. Сзади, сейчас секундочку. Хочу, чтобы лучше было видно. У меня сзади двойная отстрочка. Все почему? Потому что сзади закрывала киперна лента, и она у меня широкая. Поэтому я решила, можно было, конечно, сделать одну отстрочку. Она бы была просто вот тут. Но мне показалось, что две отстрочки, в принципе, очень интересно смотрятся. Да, и лента закреплена все-таки лучше. Так, хочу вот как-то получше показать. Вот тут две отстрочки, и далее тут уже одна. Вышивку делала на вышивальной машинке. В принципе, все отлично. Ничего не стянуло. Качеством я довольна. Ну, и с той посылки у меня осталось две ткани. Не знаю, вот до сих пор я до конца не решила, что же из них пошить. Тут в каждой по полтора метра. Возможно, это будет костюм. Возможно, это будут две кофты. Либо же какие-то штаны и кофта. В общем, как только пошью, обязательно буду показывать в своих влогах. И на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Зная, что будете спрашивать, делала это сама. Вязала крючком из бисера. Схема бесплатная. Нашла в интернете. Всегда, когда на моей подруге нет одежды, я одеваю какое-нибудь украшение. Желаю вам хорошего настроения и бесконечного вдохновения. На сегодня все. Всем пока-пока. И до новых встреч на моем канале.